Я хотела проконсультироваться по ипотечному кредиту на квартиру и принесла мне документы. Паспорт, копия трудовой книжки, справка о доходах, всего более 14 наименований. В руках Анны документы на право предоставления субсидии. О том, что молодым педагогам можно взять льготную ипотеку, она узнала из новостей. Решила прийти уже с документами и проконсультироваться в агентство ипотечного жилищного кредитования. Буду собирать дальнейшие документы и постараюсь в 2012 или 2013 году приобрести себе жилье. 20% стоимости квартиры компенсируют. Сам кредит выдадут на льготных условиях под 8,5% годовых. Специальную ипотечную программу для педагогов на Вологодчине запустили в середине ноября. И стать ее участником может любой, кто попадет под требования. Первое условие. Учитель должен быть не старше 35 лет. Во-вторых, он должен не менее года проживать на территории Вологодской области. В-третьих, он должен иметь не менее года педагогического стажа. В-четвертых, он должен иметь заключенный действующий трудовой договор с учреждением общего образования. Если все эти условия выполняются, то учитель может оставить свою заявку в агентстве ипотечного жилищного кредитования. Три филиала у нас. В Вологде, в Череповце и в Тотиме. Предусмотрен определенный перечень документов, которые он должен предоставить. Агентство ипотечного кредитования уже принимает решение о предоставлении, не предоставлении ему ипотечного кредита. Это зависит в том числе и от доходов учителя. Он должен иметь возможность оплатить первоначальный взнос. Условия кредитования, предложенные молодым учителям, можно назвать рекордно льготными для нашего рынка. Начать хотя бы с того, что для приобретения жилья заемщик должен заплатить всего лишь 10% первоначального взноса. Однако разница между ценами на жилье и зарплатами учителей настолько велика, что даже льготные условия не всегда делают жилье доступным. Но даже эти условия, считают специалисты, уже могут поддержать молодые семьи. Также семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. И сумму, выделенную бюджетом, они смогут потратить только на погашение кредита. Перечень всех необходимых документов, которые нужно предоставить, есть на сайте Департамента строительства в разделе «Молодые учителя». Уже в этом году на субсидии выделено более 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Этих средств хватит на поддержку примерно 100 педагогов. Андрей Ростов, Алексей Романов, Новости Вологды.